В минувшую субботу оперативно реализовали оперативную информацию оперативники колонии номер 24, исправляющей заключенных где? Ну, как бы в тавде, но о географических нюансах чуть позже. Колониальные сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности задержали вольного гражданина Б на 56-м году жизни, который в опасной близости от Катаржан рыскал с посылочкой, содержимое которой, как позже выяснится, заключенным категорически противопоказано. Интересно, как эта посылочка у него образовалась? То есть давай начнем. Ты не знаешь, чей это пакет? От кого пакет, кому пришел, кому должны передать, что не знаете? Нет. СМС-ка пришла, я на почту сходил и получил. Вскрытие посылки, которую гражданин Б получил под воздействием каких-то неведомых сил, управлявших им посредством СМС-ок, показало то, чего опера и ожидали. Опа-на, даже два. Чей? Понятия не имею. Два телефона сотовых, два устройства зарядных, два кабеля к ним и целых пять сим-карт. Прямо-таки готовый набор для организации колл-центра или службы технической поддержки или безопасности средней руки банка. Вот тут наступила пора объяснений, в том числе географических. Задержанный телефононосец представлен как житель поселка Азанка. А вот про место работы его не говорится. Кем вы работаете? В Трактореевском. Где? В ИКУ ИК-24, да? О, как оказалось. А вот так потому, что ИК-24 расквартирована по адресу Ленина-1 не в самой Тавде, а тремя десятками километров западнее, как раз в поселке Азанка, на 2600 душ. При том, что колония рассчитана на 600 с лишним. И она, вообще-то, строгого режима, но есть при ней участок на 20 мест, работающие в режиме колонии-поселения. А кому вы должны передать? Кому я так и не знаю. Я еще делов не знаю вообще. Вот одному из таких зэков, приговоренных так-то к 10 годам лишения свободы за тяжкие телесные со смертельным исходом, эта посылочка и предназначалась. Ему, за отличие в отсидке, было позволено из полноценной зоны переехать в колонию-поселение, где строгость режима чисто символическая, человек, можно сказать, наполовину свободен. Вот он и попытался воспользоваться услугами колониального тракториста с волей. Теперь ему, трактористу, не то что светит, а гарантирован огромный от 3 до 5 тысяч рублей штраф по статье 19.12 КОАП. А что светит, но тоже очень ярко, так это увольнение. Кому нужен на работе шпион? Ну а тому недополучившему адресату вполне возможно сменят режим содержания.